Добрый вечер! Вы смотрите Первый городской проект «Совещание» прямо сейчас в прямом эфире. Меня зовут Роман Малок. Сегодня беседуем о таком структурном подразделении, как территориальный комитет. Беседуем с председателем территориального комитета номер 2, который называется «Долгинцева» Валентина Васильевна Блауэрт. Студия у нас. Здравствуйте! Здравствуйте! Кто-то знает, кто живет в частном секторе, кто-то, кто живет в многоэтажных домах, понятия не имеет, что такое территориальный комитет и для чего он существует. Мы знаем, что есть районы в городе, знаем, часто беседуем здесь, когда люди рассказывают и депутаты о квартальных. Что такое территориальный комитет, сколько их в районе, именно в Долгинцевском районе? Общая теория, если можно, от вас. В Долгинцевском районе у нас три территориальных комитета. То есть, первый – это Батуринская, мы – другий, и третий – Ласточка. На нашей территории находятся жители частного сектора. Ци жители, которых составляет 12 тысяч, проживают на нашей территории. 12 тысяч жителей. Сколько это примерно домов? Ну, домов – это где-то тысячи, наверное, две с половиной. Сколько улиц в вашем территории? 58 улиц. И у меня 39 голев в уличных и квартальных комитетов. В уличный – это одна улица, квартальный – это, может, 3, 5, 7 улиц. Люди у меня очень хорошие. Они идут от души помогать своим жителям. Председатели и собираются с жителями там, где они живут, обовязково на этой территории. Председатель иди на допомогу своим жителям, разъяснив, информацию ведет про комунальные платежи, про життя, которое существует в районе, про допомогу соседскую. За тысячи мы можем и с головами своими решаем проблему, которая есть у нас в районе. Ваша должность – это должность избирала? Ну, вас избирали на эту должность? Да, мне избирали. Сколько вы уже работаете на должности председателя территориального комитета? Семь роков. Мы поговорим, что за эти семь лет было, как менялся именно ваша часть района. Но для начала я хочу нашим телезрителям объяснить из ваших уст, что такое территориальный комитет в плане того, для чего он существует. Не его границы, а его фактическое существование. Для чего он создается и какие главные цели вы преследуете в своей работе? Территориальный комитет существует для того, чтобы доносить правильную информацию для жителей, которая есть у нас в месте, в районе, что нам дают. Мы доносим до наших жителей. Жители это знают. С нами мы первое звено, которое общается с жителями. Потом район, потом место. Вы существуете сами по себе? Вы как-то финансируетесь? Как устроено? Вы ходите на работу или это просто такая общественная у вас обязанность? Председатели это добровольцы, это волонтеры. У нас зарплаты нет. Но мы душой и сердцем всегда на той территории, где мы живем, чтобы мы могли допомогти жителям, поддержать их. И в какой-то час, то, что надо информацию, донести до жителей. Мы приходим на совещание. У нас есть два раза в месяц, что мы собираемся. Приносим информацию, то, что нам дается с райисполкома, от депутатов, от депутатского корпуса, а также от города. Мы участвуем в сессиях районного города и городского. Также выходим с предложениями на сессию, которые у нас есть наболевший вопрос. То, что касается Долгинцевского района. С нами наш глава, Игорь Гарьевич Ратинов, очень спорно споряется и по мере возможностей всегда идет нам, выслухает, помогает. У нас такой вопрос очень кардинальный. То, что хотелось поменять его, это у нас привокзальная площадь. Это ворота нашего места, въезд. А что вас беспокоит в этом вопросе? Ну, тут, понимаете, привокзальная площадь вся забита торговлей. Хотелось, чтобы эта торговля была более удосконалена, чтобы жители могли прийти скупиться. А у нас вот эта привокзальная площадь вся в основном приходят, приезжают селяны. Они быстренько продаются и бегом уходят. А территорию то не всегда можно довести до Ладу. Хорошо, у вас достаточно большой район, и привокзальная площадь, это, наверное, одна из частей проблем. Я хочу услышать, с какими проблемами к вам приходят жители вашего района, с реальными проблемами, и приведите 2-3 примера, 4, сколько угодно, решения этих проблем, с которыми они приходили. У вас сугубо частный сектор, есть особенности с проблемами в частном секторе. Вот какие особенности у вас, именно в вашем территориальном комитете? Ну, до нас жители обращаются дать им характеристики по запросу полиции, военкомата, или дать же довидку формы 204 о складе семьи. Цепредседатели роблять, допомогают, разъясняют. Ну, это справки о проблемах. Вот вы говорите, вы, как представитель территориального комитета, посещаете заседание городского совета, районного совета. Есть какие-то предложения от жителей района. Какие проблемы? Вот вы же существуете, как бы, на общественных началах, и люди приходят и говорят, Валентина Васильевна, у нас вот. И Валентина Васильевна, какую-то находит цепочку для того, чтобы решить эту проблему. Какую проблему? Проблема есть дороги. У нас, те же, у нас поселки, они разбиты. Хочется, чтобы они были краще, чтобы водопостачание было в кранах у людей нормально. И, конечно, собаки, те, что бездомные ходят, хотя нам обещают, что будут питомники этих собак, будут ведлов. Где можно с вами контакт найти, как с председателем территориального комитета? Есть ли у вас какой-то свой офис, где вы принимаете, или это происходит у вас именно в вашем домовладении? У нас есть Серафимовичи 83, где нас приютили, дали нам примещение, где мы можем собираться и принимать жителей, и председателей там. Многие люди новые у вас в районе, кто-то, допустим, не знает о вашем существовании, вообще существовании такого комитета, допустим. Ну, есть же люди, приобретают дома, а до этого проживали в многоэтажных домах. В какое время вы принимаете? Абсолютно со всеми проблемами можно к вам обратиться? Или есть какая-то часть вопросов, которые вы решаете? Каждый председатель живет, на каждой улице есть жители. Жители могут обратиться до председателя в любой час. Они могут не знать, что он их председает? Знают. Без этого не может быть переоформления документов. Склад семьи, они обязательно прийдут до председателя. И если на улице меняется домовладник, председатель обовязково будет знать. А если что, то уже там не ладится, или что, какие-то вопросы приходят до нас на территориальный комитет. Ну, вот сейчас же существует, вы просто о справках, мы говорили о справках в составе семьи. У вас есть в рамках района, с недавних пор, вот с апреля прошлого года, практически год, существуют районные отделы, которые занимаются регистрацией, выпиской, пропиской. Они же тоже выдают параллельно вам такие справки? Нет. Миграционная служба... Не миграционная служба, районный отдел по регистрации места проживания, вот который существует год. Раньше были миграционные службы, сейчас они есть в районах. У нас на этой неделе, в пятницу, будет такой гость, мы были неоднократно. Те службы, которые сформированы районными советами по новому законодательству, и те, которые выписывают или прописывают людей, именно в рамках района. Вы же работаете, и кто справки может выдать? Вы, они или эти справки имеют равное значение? Справки эти действительно выдают, только эта служба, до нас могут вернуться люди, что им нужно подтверждение, что их состав семьи проживает по данному адресу, с регистрацией или без регистрации, с предоставлением их домовой книжки, паспорта, то мы это можем написать. Раньше мы ввели приписку-выпуск, а сейчас же, то есть мы знали, сколько в бутинку жителей, чи они приписаны, а сейчас мы этого не знаем. Вы сотрудничаете с большим количеством органов и персоналиями, которые есть в районе. Давайте поговорим о вашем сотрудничестве, конкретном вашем сотрудничестве с районной властью и с другими органами управления, помощи и тому подобного. Вот кто занимается именно вашей территорией? Ну, нашей территорией в основном занимается, конечно, голова нашей, Ратинов Игорь Гаревич, также депутатский корпус нам очень много помогает всего. Это и Хватова, Светлана, и Паркина Лидия Николаевна. До нее, когда бы не обратились, она всегда идет на помощь, помогает, подсказывает. Каким образом? Что они делают? Они помогают нам на дорогу сделать, скамейки поставили на остановки на вокзале железнодорожном, для того, чтобы жители могли сести, отдыхать, ждать троллейбуса или маршрута нашего автобуса. А также в помощи жителям одноразовыми продуктами до свята какого-то, в митинге, в субботнике что-то привезти. На Центре юноцкой творчества там с помощью депутатов розчищался великий парк, он был заброшенный. Той парк розчистывали. Сейчас там такая красота. Люди, дети, могут посидеть, отдыхать. Это благодаря, конечно, им и их тому, что они могли нам допомогти с их помощью. И жители выходили, и председатели, и депутаты. Давайте тогда пообщаемся по поводу сотрудничества вашего с другими службами. Это сектор ЖКХ. Насколько легко вам удается решать проблемы с монополистами, потому что их много, и люди часто жалуются на проблемы с Криворожгазом, водоканалом и тому подобными вещами. Имеете ли вы действительно какое-то влияние, или вы просто являетесь таким связующим звеном между людьми и властью? Ну, на эти хозяйства мы влияния не имеем. Может быть, контролер прийти и там попросит, что мне надо в тот дом прийти, снять показания, или поможить мне достукаться до хозяина. А мы такого влияния не имеем на них. Мы можем только с людьми пообщаться, попросить, чтобы они там заплатили, подошли, пообщались, или пустили контролера, или на энергосеть, или на газовое хозяйство. Сотрудничество с органами правопорядка. Долгинцево, ну, наверное, имеет такую определенную свою славу криминальную, в плане того, что там находится вокзал, а вокзал всегда так привлекал такие элементы опасные для общества. Насколько много у вас правонарушений, и насколько плотно вы сотрудничаете с полицией как патрульной, так и с полицией местной, ввиду участковой, и все, кто занимается этой территорией? Ну, полиция, когда первоначально начали працювать, понимаете, было приятно, что они приезжали, больше откликались на наши питания, на нашу просьбу. Ну, а сейчас практически участковых мы не видим, их нет. Я, например, не знаю даже, кто у нас участковый. Вы говорите, поначалу они были. Поначалу, у нас же была тогда милиция, участковых мы знали, участковые приходили, были в нас на совещаниях, брали наши просьбы, брали наши... То, что мы хотели, чтобы что-то решилось, и они шли с нами, решали. А вот тогда, когда милиция на полиции поменялась, первое время, да, они старались допомогти, прийти, что-то выслугать. Ну, а сейчас, на данный момент... Вы знаете, кто является участковыми или участковым вот в том регионе, где вы живете, и где вы помогаете людям? Именно в вашем территориальном комитете номер два, Долгинцево, на данный момент? На данный момент там остался Бесараб, тот, что действующий. Но он, наверное, не один, там несколько? Ну, там был человек, она ушла, поменялась. Нового я приглашала, он не пришел. Мы его не видели. То есть, как бы на службе он есть, но к вам не приходит. А вообще с криминогенной обстановкой, как обстоят дела? Воруют ли, грабят ли? Какое положение? Вы с жителями общаетесь? Все-таки близость ваша к вокзалу, наверное, дает о себе знать, а может быть нет. Вот я хотел бы узнать именно о криминальной ситуации в районе. Криминальная ситуация, конечно, в районе. Хотелось бы лучше, чтобы она была. Из-за того, что, понимаете, чтобы люди работали. Как вы не пришли, чтобы могли людей защитить. Что тогда сделать? А у нас получается случай от случай, если что-то здесь случится, тогда 102 вызываем. А так? Что цыгане, вот ромы у нас есть? Вот это ходят, металл собирают, разрывают. Дело в том, что помимо того, есть люди, которые приходят с места лишения свободы, понимаете? Им же тоже жить хочется. И они здесь идут, чтобы что-то здесь взять. Район большой. Несколько лет назад, я помню, был запущен троллейбус, который ходит у вас возле района ЖД больницы. Она тоже входит в ваш район, да? Да. Как вообще обстоят дела с транспортом? Дальние есть улицы, на которые от главных улиц, где ходит общественный транспорт, я имею в виду трамвай, маршрутка, вот та главная, которая ходит, допустим, с вокзалом на СУЗ-город и в другие места, в центральный городской район. Расстояние бывает там по полтора, два, то и три километра, для того, чтобы дойти. Насколько удобно добираться? Насколько ходит хорошо транспорт в этом регионе? И как поздно люди, допустим, если едут с работы? Работает ли общественный транспорт в это время? Троллейбус робит 20-й, 21-й, 22-й, идёт по кругу с вокзала по посёлку. Есть маршрут 20-й, 21-й, 71-й, который обслуживает наш посёлок. Но хотелось бы, чтобы венчащие ходили. Но дороги разбитые из-за этого часто не ломаются. Давайте в конце интервью ещё раз напомним, Валентина Васильевна, где и когда люди могут с вами пообщаться. Может быть, есть у кого-то проблемы, которые они могут рассказать вам, а вы, в свою очередь, уже обратитесь либо к вашим депутатам, которые от вашего сектора избирались, либо к исполнительной власти вашего района. Где вы ведёте приём, в какое время можно с вами встретиться? Каждый другой четвертый вевтурок, Серафимовича 83, это на вокзале, цветы у Наталки сбоку, там была участковая, но мы пока в том здании остались. С 9 до 12, пожалуйста, если есть проблемы, приходите, порешаем, подскажем, будем общими силами что-то стараться делать. И для вас, и для нас, чтобы в нашем районе не было краще нам жить. Большое спасибо, мы желаем вам успехов в вашей нелёгкой работе. Председатель территориального комитета под номером 2, который называется Долгинцева, Валентина Васильевна Блауэрт была у нас в студии. На этом ставим точку в проекте совещания 18.20, прямой эфир с программой 1 на 1. Депутат студии, оставайтесь на нашем телеканале, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова